Друзья, всем привет! Сегодня сделаем очень полезную самоделку из простых вещей. У меня нашлось пару обрезков пластиковых труб. Одна из них металлопласт на 20 мм, а другая, не знаю, просто пластиковая тонкая труба. Далее заглушка полипропилена на 20 мм, кусочек черенка от лопаты или граблей, кровельные саморезы, показываю один, но у меня ушло 4 штуки, пару пробок от пластиковых бутылок, один из главных ингредиентов это магниты, я наскреб в мастерской несколько штук круглых и один квадратный, а также нашел вот такую проволоку на 2 или 3 мм, уже ржавая, но она тоже подойдет. С проволоки, пожалуй, начнем. Необходимо отрезать от проволоки сантиметров 30. У меня проволока немного кривая, надо ее выпрямить, насколько это возможно. Сразу разметил на металлопластиковой трубе примерно такой же размер, что и у проволоки. Он в итоге должен быть сантиметров на 5 меньше длины проволоки, и оставил запас на торцевание. Сразу решил отпилить трубу. Далее проволоку избавил от ржавчины, зажав ее в шуруповерт и зачистив наждачкой, и после протерев растворителем. Далее беру магниты. Я их соединил между собой. У круглых магнитов было заводское отверстие, в которое как раз подошла проволока, но это не обязательно. Надо каким-либо образом зафиксировать магниты на проволоке. Я воспользовался термоклеем. Сильной нагрузки тут не будет, поэтому прочности хватит. Эти магниты по диаметру почти идеально подошли у меня к трубе. Но для того, чтобы они не выпадали, надо заглушить сквозное отверстие. И сделал я это с помощью обычной заглушки от полипропилена. Просто спаял. В крышках от пластиковых бутылок я сделал отверстие на 20 мм, ступенчатым сверлом. Крышки поочередно насадил на трубу, чтобы получилось примерно как на видео. Теперь вставляем проволоку с магнитами в трубу и берем кровельные саморезы. Понадобится только шайба от них. Шайбу склеиваю между собой. Их теперь надо как-то вставить в трубу, но они там болтаются. И поэтому я взял трубу поменьше, куда они подошли идеально. Отрезал кусок маленькой трубы. И с помощью термоклея вклеил шайбу в эту трубу. Затем взял еще две шайбы и вклеил их с другой стороны. Они там так и напрашивались. Далее насадил маленькую трубу в большую. Немного постучал молоточком и все получилось. Металлопласт немного расширяется. Этого как раз и хватило. Функционал самоделки уже готов. Надо добавить немного эстетики. Для этого заклеиваю трубу скотчем. Вытаскиваю на всю длину проволоку. И подкрашиваю ее черной матовой краской. Далее беру кусок черенка и подкрашиваю его. После того как все высохло, в черенке делаю отверстие, равное диаметру проволока. И вклеиваю туда черенок. Самоделка готова. Дополнительно устанавливаю крепление для самоделки к стене. Так вот, какую функцию она выполняет. Допустим, поработали мы с металлом, например, насверлили отверстие. Или поработали с металлом на токарном станке. И у нас в результате постоянно образуется куча стружки, которую неудобно собирать. Поэтому хочется упростить процесс сбора стружки. В этом как раз поможет сегодняшняя самоделка. С ее помощью очень просто это делать. А после того, как стружка набралась, просто подносим самоделку к корзине, тянем за ручку и все намагниченное мгновенно отпадает. Выглядит прикольно и работает на все 100%. Также можно собирать рассыпанные саморезы. Мощности вполне хватает. Друзья, вот такая интересная самоделка сегодня получилась. Как видите, делал я ее реально из того, что было под рукой. Такие магниты я еще давно покупал в каком-то строительном гипермаркете. Они вроде как-то в мебели используются. Но думаю, подойдут любые небольшие неодимовые магниты. Остальное можно использовать все, что есть под рукой. Надеюсь, вам такая идея понравилась и вы оцените видео лайком. А в комментариях напишите, что можно добавить и убавить. В общем, делитесь своими мыслями на этот счет. Тех, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!